Добрый день, уважаемые коллеги. Я, как всегда, о налогах, о грустном и о веселом, обо всем сразу. Кость, ты встанешь в бок, а тебе не будешь светить в лицо и не будешь наградить. Перед тем, как начать, я вас попрошу, все вопросы, которые у вас есть, присылайте к нам в приложение Bittrex.conf. Первый блок моего рассказа про изменения, связанные с учетом и контролем. Пока не о самих налогах. У нас в большинстве своем веб-студии, это, скорее всего, малые предприятия, малый бизнес. Поэтому очень приятно в этом году было получить от Министерства финансов поправки к положениям по бухгалтерскому учету, которые позволили упростить ведение учета многих объектов. Я здесь на слайде привел только три крупных таких блока, по которым произошли серьезные изменения в правилах учета. У нас с вами Минфин разрешил малым предприятиям затраты на приобретение или создание нематериальных активов. У нас с вами есть такие вещи, это ПО, аудиовизуальные произведения и так далее. А также работы на НИОКР списывать в расходы не как обычное предприятие через амортизацию несколько лет, а списывать на расходы сразу при принятии к учету. Но единственная оговорка, что это правило, к сожалению, вот все это мы говорим, работает только в бухгалтерском учете. Если в налоговых правилах есть другие сроки, то, к сожалению, придется воспользоваться ими. Но по большинству позиций эти сроки сходятся сейчас, и можно будет списывать сразу и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Второй блок – это учет основных средств. В компаниях мелких, в компаниях маленьких и средних, как правило, у нас с вами в веб-студиях основные средства – это компьютеры, вычислительная техника. У нас с вами по правилам бухгалтерского учета пока продолжает действовать лимит 40 тысяч. Если стоимость покупки меньше 40 тысяч, это значит не основное средство. Если больше 40 тысяч, то это основное средство. Здесь есть одна неприятность с налогами. В налоговом учете, наоборот, все более интересно. В налоговом учете лимит 100 тысяч. Если, например, вы покупаете сервер за 90 тысяч рублей, к примеру, да, то вы его можете списать на расходы налоговые сразу же при покупке, а бухгалтерские правила требуют – учтите, как основное средство на срок 3-5 лет, амортизируйте. У вас возникает разница между налоговым учетом, где вы сразу в расход включили, и бухгалтерским. Так вот, Минфин для малых предприятий разрешил начислять амортизацию один раз в год всего лишь, либо как хотите, кто хочет помесячно, кто хочет поквартально. Для малых предприятий разрешили по производственному и хозяйственному инвентарю списание в расходы производить сразу же. Для веб-студии под производственным инвентарем иногда можно схитрить и подумать, что это может быть и вычислительная техника в том числе. Так что получится тоже у нас с вами совместить бухгалтерский с налоговым учетом. И учет материалов, как правило, это всегда какие-то констовары, хозяйственные материалы и так далее. Минфин разрешил предприятиям малого бизнеса списывать на расходы эти констовары, эти всякие другие ценности хозяйственного плана сразу при покупке. Не по факту, когда они использованы, а сразу при покупке. Если вы закупили на год, например, какие-то хозяйственные инвентарь, производственные инвентарь, вы можете сразу списывать в расход. Наказания, к сожалению, наказания у нас увеличиваются. Правда, мы с вами об этом уже говорили на наших встречах. Я просто повторю здесь, что за нарушение правил ведения учета, хранения документации и теперь еще появилось дополнительно за непроведение аудита, если вы обязаны его пройти, штраф 5-10 тысяч, он поднялся в два раза примерно, и если это повторно, то тогда штраф 10-20 тысяч рублей на должностное лицо. То есть это на генерального директора, либо на бухгалтера. Вопрос, назначен ли бухгалтер у вас официально, если да, если ему вменено в обязанности составление отчетности ведения учета, а это должно быть априори, то тогда штраф должен быть наложен не на руководителя, а на бухгалтера. Появилась неприятная санкция за статистическую отчетность. Открою вам секрет, многие бухгалтеры не знают, что нужно сдавать статистические отчеты вообще. И поэтому, к сожалению, эта норма может неприятно нас с вами удивить. 10-20 тысяч рублей штраф на должностное лицо и 20-70 тысяч на компанию за несдачу одного статистического отчета, может быть такое даже. При этом здесь не только несдача, но и несвоевременная сдача отчетности тоже попадает под этот самый штраф. Порядок сдачи, если мы не соблюдаем, допустим, мы должны сдать в электронном виде, а бухгалтер отправил по почте. Это тот же самый штраф будет. 10-20 тысяч на должностное лицо. Руководителям студий стоит озаботиться вот о чем. Бухгалтер, понятно, составляет бухгалтерскую отчетность. У бухгалтера, как правило, в крупных компаниях, и нигде в законе это не записано, не входит в обязанности составление статистической отчетности. Это должно быть отдельное распоряжение руководителя о том, кто будет в компании составлять стат-отчетность. Если такого распоряжения нет, то отвечать будет тот, кто такое распоряжение не издал, то есть руководитель. Поэтому, если у вас есть бухгалтер, то вы тогда с ним этот вопрос должны решить. И обратите внимание, у нас бухгалтеры просто не знают, какие стат-отчеты существуют. Многие бухгалтеры этого не знают, многие статистические специалисты тоже этого не знают. Поэтому сами они пользуются вот этим ресурсом, на котором, вводя ваши данные, в вашей компании, вводите ИНН, либо статистический, либо ОГРН, и вам выходит весь список тех стат-отчетов, которые сдавать должны именно вы. Если там пусто, то значит вы не должны сдавать никаких отчетов, кроме случая, когда вам по почте в письме от статистического управления придет бланк с просьбой заполнить. В этом случае, это называется, вы попали в выборку, то есть малые предприятия не сдают стат-отчет, пока их не запросят непосредственно лично стат-орган. Вам могут позвонить, попросить сдать отчет. Это тоже считается, что вас попросили. В этом случае такой отчет считается для вас обязательным, и за него тоже будет вот этот штраф. Неприятность еще небольшая. Статистические отчеты, их периодичность не такая, как бухгалтерская отчетность раз в год, а стат-отчеты могут сдаваться поквартально, помесячно, раз в год, там море разных периодичностей. Поэтому может возникнуть ситуация, что вы, не сдав два подряд отчета, получите сначала первый штраф за первый отчет, и он будет составлять 70 тысяч на компанию, а за второй отчет, который через месяц должен был быть сдан, не сдан, там штраф 150 тысяч рублей на компанию, на руководителя 50 тысяч. Штрафы драконовские, мы с коллегами из статистики их обсуждали, они, конечно же, говорят, что мы не хотим их применять на самом деле, но вот чтобы вас напугать, чтобы вы нам хоть что-нибудь сдали, такие штрафы придумали. Но вопрос хотят-не хотят, это вопрос времени и настроения, согласитесь. Поэтому имейте в виду, опасность такая есть. По бенефициарам, я с вами на прошлых встречах обсуждал, рассказывал эту историю, я буквально пару дней назад ее продолжил обсуждать со специалистами Минфина, потому что выяснились очень интересные подробности. У нас с вами есть закон 215 ФЗ, который внес поправки в законодательство о противодействии и легализации отмыванию преступных доходов. По этому закону каждое юридическое лицо с 21 декабря 2016 года обязано располагать информацию о бенефициарных владельцах, обновлять как минимум один раз в год и хранить не менее пяти лет собранную информацию. Кто такие бенефициарные владельцы? Это физические лица. Это не какие-то юрлица компаний ООО, либо офшорные юридические лица. Это физические лица, которые владеют долями в вашей компании прямо или косвенно через цепочку, не менее более 25%. Оговорку еще раз повторю, более 25%. Если у вас через цепочку компаний, через цепочку учредителей физлицо в конечном счете стоит, и оно владеет, например, по цепочке, вы посчитали, 10% получилось, и напрямую он еще у вас акционер на 20%. Сложили, получили 30%, все, это бенефициар. Вот о нем нужно собирать сведения, хранить их. По поводу того, какие сведения, закон на самом деле очень жесткий. В отношении физических лиц, бенефициаров, сведения, фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, реквизиты паспорта, адрес места жительства и ИНН, если он есть. Вот эти данные нужно собирать. На самом деле это персональные данные фактически вы собрали. И вот здесь у нас с вами есть вторая обязанность. Мы по запросу уполномоченных органов или по запросу налоговой инспекции обязаны раскрыть эти сведения о бенефициарах. Такое требование установлено законом. Но пока к этому требованию нет порядка, который должно утвердить правительство. Поэтому пока еще мы никому ничего это не раскрываем. И вот в этой самой статье 6.1 закона есть еще одна оговорка о том, что организация должна в бухгалтерской отчетности раскрывать информацию о бенефициарах в том порядке, как это установлено требованиями бухучета. И вот тут как раз произошел сбой системы. В законодательстве о бухучете есть положение по бухучету 11. Оно говорит о том, что компания в отчетности обязана раскрыть информацию о связанных сторонах. Связанные стороны это любые аффилированные лица, то есть те, которые владеют долями прямо косвенно более 20%. В бухгалтерской отчетности компания обязана этот список раскрывать. И есть разъяснение Минфина еще 2013 года о том, что раскрывая отчетность о связанных сторонах, компания должна там же раскрывать информацию о бенефициарах. И в 2013 году вот этих норм не было. Про фамилию, паспортные данные, адрес. И мы озадачились вопросом, так все-таки нужно ли теперь доступной, на сайт статистики зайдите, вы любую отчетность любой компании можете увидеть. Нужно ли теперь каждой компании раскрыть свои вот эти вот бенефициаров, раскрыть их паспортные данные, адрес прописки и так далее в общедоступной отчетности. Мы обсуждали это долго с юристами Минфина, с юристами Росфинмониторинга. Пришли к выводу, что нет, не нужно. Этого делать не нужно. Почему? Довод один. Бухгалтерская отчетность является публичной, а эти сведения являются сведениями, составляющими персональные данные. Для того, чтобы опубличить персональные данные, назову так, физлицо должно самостоятельно, так сказать, в трезвом уме и здравой памяти, нам письменно написать такое разрешение, сделать его данные публичными. Естественно, никто этого не делает. Как не нарушить законодательство в этой части? Очень просто. Мы раскрываем аффилированных лиц только тогда, когда мы по закону об учете должны это сделать. И, кстати, малые предприятия могут написать в своей учетной политике, что они не раскрывают связанные стороны. Это третий пункт ПБУ-11. У вас есть право отказаться от раскрытия связанных сторон в отчетности. Если у вас бухгалтер это не знает, то вы можете ему этот третий пункт показать. По поводу штрафов. 30-40 тысяч рублей на должностное лицо и 100-500 тысяч на компанию. Я уже неоднократно сталкивался с комментариями, где говорится, что за нераскрытие в отчетности будет такой же самый штраф. Я хочу сделать, так сказать, официальное, условно говоря, заявление. Вот этот штраф 30-40 тысяч рублей, он на слайде должен находиться под вот этими вот двумя пунктами. Не под этим. Штрафа за раскрытие или нераскрытие в отчетности не существует. Пусть вас этим не пугают. Штраф есть только за то, что вы не располагаете такой информацией. Вы все-таки обязаны располагать. Можете не раскрывать в отчетности, но располагать обязаны. И за то, что вы по запросу не предоставите такие данные. Вот это и будет тогда штраф. Идем дальше. По классификаторам. У нас с вами с 2017 года остался один единственный классификатор видов деятельности. Их было несколько, разные редакции. С 2017 года остался один, свежий, Аквед второй. В котором все совершенно поставлено либо с ног на голову, либо с головы на ноги. Тут сложно понять. Но относительно айтишного бизнеса, здесь есть очень серьезные тонкие моменты, которые надо учесть. Мы вместе с коллегами из компании «Кнопка» этот вопрос рассматривали. И здесь вариантов решения вопроса достаточно много. Коды пересортированы теперь так, что без бутылки не разберешься. На самом деле, если раньше все знали, 72-й код – это вот айтишная деятельность. Теперь они поделились и на издательскую деятельность, кто программы издает, и на айтишную деятельность в смысле разработки ПО, и на деятельность в области телекоммуникации и связи – это те, кто онлайн-доступ к ПО предоставляет. То есть сейчас это так разбросало по всему классификатору, что возникает вопрос, а кто же мы? У нас здесь проблема возникнет первая какая. Если мы хотим аккредитоваться при Минсвязи, там использованы старые названия терминологии айтишной деятельности, а в новом классификаторе они, соответственно, по другим разделам пошли. Нужно конкретно садиться непосредственно с вашими видами деятельности, потому что кто-то разрабатывает, кто-то внедряет, кто-то сопровождает, у кого-то SEO-продвижение и так далее. Под каждый вид этой деятельности нужно найти свой код и понять, каким образом вы классифицируетесь. В EGRUL налоговая инспекция за нас сделала доброе дело. Она перекодировала автоматически наши старые коды в новые коды по новому классификатору. Вот у меня одна из айтишных компаний увидела, что она теперь занимается самолетостроением и обслуживанием аэропортов. Поэтому определитесь, кто у вас зайдет на сайт налоговый, возьмет вашу выписку и посмотрите, там ли ваши коды правильные или нет. Если там вдруг появились лишние коды или не подходящие вам, убирайте их. Для этого подайте заявление об уточнении. У нас с вами момент вот какой есть, проблемный. У переходных ключей Росстата они их сделали, но они, естественно, содержат огрехи. Налоговики перекодировали именно по этим переходным ключам без особого умысла. То есть автоматически поменялись. Поэтому проверьте, может быть, у вас там какие нестыковки произошли. Вот это то, что касается классификаторов. И здесь я хотел добавить момент. Если у вас есть лишние коды ЕГРЮЛ, допустим, шахтерская деятельность или еще что-нибудь вдруг попалось как-то, то с этого года, 17-го, страхование от несчастных случаев будет рассчитываться от наиболее максимального вида деятельности, записанного в вашем ЕГРЮЛе, а не из того, который вы фактически осуществляете. Единственный способ, чтобы вам рассчитали от фактической деятельности, это в установленные сроки в соцстрах подать подтверждение, сколько доходов от какого вида у вас было. Если это не сделает бухгалтер, то тогда вы получите тариф несчастных случаев страхования, самый максимальный по вашим видам деятельности. Из ЕГРЮЛа, а не фактически. Поэтому обратите на это внимание. Теперь о налогах, хотя, в принципе, это тоже было немножко о них. По налоговому администрированию, что у нас с вами поменялось? У нас с вами вступил в силу закон, как обычно, 30-го ноября. Он был принят Госдумой в третьем чтении, Советом Федерации одобрен, президентом подписан и опубликован на сайте публикации государственных нормативных актов. Вступил в силу с 1 января. Увеличены пенис организации. Это вступит в силу с 1 октября 2017 года. Пенис компаний возрастут в два раза. По сравнению с нынешней ставкой 1,03 будет 1,150 от ставки ЦБ. Но приятность здесь какая? Только с 31 дня начинается повышенная ставка пени просрочкой. Если вы оплатить успели просрочку до 30 дней, то тогда пени будет в меньшем размере. Логика здесь на самом деле такая, что налоговики заметили, компании теперь не в банк ходят кредитоваться, потому что эти кредиты не дают, а берут некие такие условные бюджетные кредиты, когда мы просрочили оплату в налоговую и при этом платим по 1,03 от ставки ЦБ. Достаточно неплохо взять кредит под ставку ЦБ. Вот чтобы этого не было, решили сделать так. Еще один момент. Разрешили с 2017 года уплачивать налоги третьими лицами. То есть не сам налогоплательщик может уплатить налог за себя, а разрешается, чтобы за него уплатила налог третье лицо. Причем налоговый орган не интересует, что между вами за отношения, по какой причине за вас заплатила другая компания или другое физическое лицо налоги. Хочется просто собрать налоги в бюджет уже неважно от кого. Появились новые правила, как теперь правильно заполнять платежку, если вы платите налог не за себя. Там вы пишете свое наименование в отправителе платежа, но при этом указываете ИНН КПП той компанией, за которую вы платите. То есть у вас одновременно в поле, где раньше всегда названия ИНН всегда должны были соответствовать, теперь получается будет несоответствие. Что касается этой уплаты, это даже полезно и в частных случаях, когда вы, например, за родственника уплачиваете транспортный налог со своей карточки Сбербанковской, потому что так удобнее, чем ему самому идти до 2017 года. Такая уплата не считалась официально законной, и поэтому налоговые органы в разных регионах не принимали ее, оставляли как будто бы невыясненный платеж висит, но налогоплательщику, за которого такая оплата поступила, высылали новые требования на уплату недоимки, хотя на самом деле налог был уплачен уже получится дважды. Ну и последнее, это страшилка, о которой и в Фейсбуке мы с коллегами говорили, взыскание недоимок с иных лиц. Появилась такая норма, по которой, если раньше взыскание долгов по налогам можно было производить только с самого налогоплательщика, либо с каких-то его взаимозависимых компаний, теперь вместо слов организация, которое там было с организацией, написали с иных лиц. И возникла большая битва умов о том, с кого же все-таки можно взыскивать неуплаченные компании и налоги. И появились комментарии о том, что будут взыскивать и с директора, и с учредителя, и с бабушки учредителя, ну и так далее. На самом деле все не так. На самом деле все не так страшно, как молюют. Здесь ситуация следующая. Когда такие взыскания с иных лиц возможны? В первую очередь это только тогда, когда провели проверку компании, выявили недоимку, и три месяца компания эту недоимку не уплачивает. Это первое условие, которое обязательно надо проверить. Если такое условие не срабатывает, все, можно спокойно не заботиться о дальнейшем чтении этой нормы. Дальше. Если три месяца неуплата произошла, то затем налоговая обращается только через суд о взыскании из других лиц. Это может быть директор, это может быть учредитель, неважно кто, это может быть бабушка учредителя. Но это делается только в специальных случаях. И эти специальные случаи перечислены в налоговом кодексе. Что в них написано? Это те случаи, когда дочерним или головным организациям, взаимозависимым, передавались денежные средства, либо выручка зачислялась на счета этих других компаний или этих других лиц. То есть, если у вас прошла проверка, и вы после этого решили, а давайте все выставленные ранее счета, я напишу письмо контрагентам, кто мне должен заплатить, а заплатите, пожалуйста, в компанию такую-то. Вот это когда выручка вместо вашего счета поступила на счет другой компании. Собственно, вот этот случай. Если вы передали после проверки или в момент начала проверки, взяли и передали все свои денежные средства, перечислили в какую-то другую компанию, то тоже эта компания будет отвечать вот в этом порядке по взысканию перед налоговой через суд. Но только вот эти случаи. И больше никаких. Причем здесь в кодексе и говорится еще, что взыскание может быть произведено в пределах той суммы, которая была передана, то есть перечислена. Собственно, вот на этом как бы все эти страшилки можно разбить. Если вы вот такими явными схемами не пользовались, то тогда к вам эта претензия не должна применяться. Почему произошла замена слова «организации» с других организаций на иных лиц? Потому что хитрые уклонисты стали вместо перечисления денег на счета других юридических лиц своих компаний стали перечислять деньги на счета своих предпринимателей взаимозависимых. А предприниматель – это не организация. И эта норма не работала, если всю схему проверкнули через предпринимателя. Вот это единственное, зачем закрыли эту проблемную ситуацию. То есть нет здесь такого ужаса, о котором пишут некоторые комментаторы в Фейсбуке. По налогу на прибыль, если кто-то здесь является плательщиком налога на прибыль, ставка стала 20%, как я здесь улыбаюсь, только она стала теперь не 2,18%, а 3,17%. 3 в федеральный бюджет и 17 в региональный бюджет. В федеральном бюджете не хватает денег. Поэтому и следующую норму. Запретили перенос убытков на будущее, если вы хотите перенести, уменьшая сегодняшнюю прибыль больше, чем на 50%. Если вы в 2008 году получили убыток и хотите в будущие годы уменьшить налоговую прибыль свою, то вы можете это сделать. Но единственное, что по старым правилам вы можете текущую прибыль 2018 года уменьшить на все 100% до нуля, новые правила говорят, что нет, все равно 50% заплатите. Поэтому это изменение отменяет вот такую нашу стопроцентную возможность снижения прибыли. Ну и последняя по прибыли интересная норма – беспроцентные займы между взаимозависимыми компаниями. Всегда была проблема, начисляются или не начисляются условные проценты на такие безвозмездные займы. Не досчитают ли нам налог? Нет, не досчитают. Эти сделки не являются контролируемыми. По НДС особенности, здесь речь у нас идет про статью 174.2, про электронные услуги. Это то, что нас касается. Во-первых, у нас в статье 174.2 определили список электронных услуг. Там различные сервисы в интернете, предоставление контента, размещение объявлений и так далее, и так далее. И также туда попадает продажа любого ПО, она тоже признается как электронная услуга. В связи с чем возникал вопрос. Если это электронная услуга, то на нее нужно платить НДС. А как же льгота по НДС по продаже софта по лицензионным договорам? Здесь никакой проблемы нет. Льгота по лицензионным договорам сохранена. И когда мы начинаем пытаться разобрать, где же здесь правда, где неправда, это электронная услуга, либо это лицензия, электронная услуга должна облагаться НДС, а лицензия НДС облагаться не должна, ответ здесь один. Любой продавец лицензий может воспользоваться этой льготой. Если App Store, Google Play или еще кто-то будет оформлять эти продажи софта именно как лицензия, то тогда он тоже может не платить НДС. Это подтвердила федеральная налоговая служба. Единственное, что крупные операторы, крупные площадки, они просто не будут заморачиваться с этим. Они лучше просто набросят этот НДС и с покупателя его возьмут. Наша с вами льгота при продаже по лицензионным договорам никак не отменяется. И вот это надо отметить. Иностранные поставщики электронных услуг должны зарегистрироваться до 31 января в Российской налоговой инспекции через сайт налоговой службы. И налог при продаже иностранных разработок в России должны уплачивать в Российскую Федерацию. Нужно смотреть, кто покупатель. Если покупатель территориально в России, то тогда этот налог должен взиматься. Нас с вами что здесь больше волнует? Нас волнует, если вы сами через App Store продаете свои российские разработки. В этом случае вас не должны заставлять уплачивать налог. Иностранный продавец, площадка, обязана удерживать или доначислять налог НДС, только если продавцом реальным, ну не посредником, а продавцом, разработчиком является иностранная компания. Если вы российская компания, то к вам эти требования применяться не должны. И площадка не должна вам ваши продукты продавать с НДС. Вот на это обратите внимание. По упрощенке новый размах. В прошлой встрече мы говорили, что будет 120 миллионов. Нет, не 79, как было в прошлом году, и не 120, как хотели поменять. А 30 ноября нам подарили 150 миллионов выручки. Это тот предел, до которого можно работать на упрощенке в 2017 году. Но у нас был коэффициент дефлятор. Каждый год мы индексировали эту сумму. Сейчас коэффициент дефлятора применяться не будет. Сумма 150 миллионов жесткая. И в 2018 году она будет такая же, и в 2019 и так далее. Если кто-то сейчас не на упрощенке хочет перейти, то только с 2018 года. И за 9 месяцев вы должны наработать не больше, чем 112,5 миллионов. По стоимости основных средств, даже без комментариев, ни у кого нет на 150 миллионов основных средств. Наверняка поэтому эту тему пропустим. По страховым взносам. У нас какие новшества? У нас с вами администрирование взносов передали в налоговую инспекцию. Поэтому теперь с 2017 года все отчеты будут подаваться в налоговый орган вместо пенсионного соцстраха и так далее. Но единственное, что два отчета остались. Соцстрах – это несчастные случаи. В налоговый кодекс их не внесли, поэтому отдельная отчетность остается. И в пенсионный фонд данные о застрахованных и данные о стаже работников. Отдельно, не через налоговую, подается напрямую в пенсионный фонд. Что здесь у нас с вами? В налоговую инспекцию вместо нескольких отчетов, которые раньше подавались, персонифицированные начисления, общие начисления. Это были разные отчеты, разные формы. Теперь они собраны в один отчет, и он подается один раз в налоговую инспекцию. За прошлые годы, если вы отчет сдаете, либо вы проверки проходите, либо вы подаете уточненки, это все делается в старом порядке. То есть в тот пенсионный фонд, в тот соцстрах, куда сдавали, туда и пойдут. Минтруд теперь потерял право разъяснять вот эти требования страховых взносов, потому что их перенесли в налоговый кодекс. И разъяснять их должен Минфин. Минфину было лень, поэтому он написал, что поскольку в текстах ничего не изменилось по сравнению со старым законом и новым налоговым кодексом, глава 34, то все старые разъяснения Минтруда, мы считаем, продолжают действовать, поэтому можно ими будет руководствоваться. Это приятная новость по сравнению с предыдущими перетурбациями, когда все старые судебные решения, все старые разъяснения одним махом отменили и сказали, теперь будем разрабатывать новые. В данном случае наши специалисты обрадовались. Ну и новые коды КБК для уплаты взносов. Базовые индикаторы 7800, базовая сумма ПФР, с которой начисляются взносы 876 тысяч рублей, по социальному страхованию 755 тысяч рублей. Чуть приподняли по сравнению с прошлым годом. Взносы для индивидуальных предпринимателей будут составлять теперь 27 990 за 2017 год. Ну, это если вы работаете самостоятельно, без наемных работников. По айтишным особенностям я хотел сказать, что у нас льготы для айти-отрасли продлили до 23 года. 14 процентов. Это очень приятная новость. При этом я прошу вас, обратите внимание на соответствие кодов нового АКВЭД этому льготному списку кодов деятельности. Это важно. И переходные ключи классификаторов, я ссылку уже на них показывал, их тоже надо посмотреть. По переходным ключам. Вот здесь у меня есть информация из переходных ключей, но она не совсем оказалась полная, потому что есть переходные ключи в одну и в другую сторону. В переходных ключах в одну сторону вот этот список более сокращенный, в переходных ключах в обратную сторону список более широкий. Ну, здесь как бы без комментариев. Вот здесь 72-й код, во что он превратился в новом классификаторе справа. И последнее. У нас есть еще такой документ, приказ Минкомсвязи от 30 декабря 2014 года, как из нового АКВЭД нарвать те отрасли, которые относятся к информационным технологиям. Потому что такого блока, отдельно называемого информационной технологии, сейчас нет. Вот этот приказ говорит, что к отрасли информационных технологий относятся вот из 62-го кода нового и плюс еще 63-й, там где телекоммуникации и связи, но оттуда тоже можно набрать каких-то моментов. Ну и вот самое последнее для айтишников у нас, если вы работаете на общем режиме, без всяких льготных ставок и так далее, то у нас 30%. И, кстати, если внимательно читать кодекс, то с 2020 года все начнут платить 34, если ничего не изменится. Если вы на ОСН по льготным видам, по 72-му старому коду работаете, применяете 20%, обратите внимание, есть один очень неприятный элемент. Вы начисляете взносы 20% только до той поры, пока у вас выручка не достигла 79 миллионов. Вот те 150, они вам позволяют оставаться на упрощенке, но начислять страховые взносы по 20% только до 79 можете. Надеюсь, что это исправят, но пока проблема такая есть. Айтишные компании с аккредитацией в Минкомсвязи у нас до 2024 года остаются теперь на 14%, а те, кто в Сколково, они пожизненно на 14%, пока что-нибудь не случится. Либо Сколково закроют, либо пройдет срок проекта. Всем спасибо. Спасибо большое, Константин. Прекрасная информация, очень важная. Вопросы только через онлайн. У нас на самом деле, как я понимаю, именно по теме вряд ли вопросы, мне кажется, желание получить небольшой консалдинг, но попробуем. Продаю рекламу от ООО с НДС, разработку сайта от ИП, услуги, наверное, да? Является ли это дроблением вопрос? И как правильно? Вопрос. Если получится, конечно. Если очень коротко, дробление – это не просто сколько у вас юрлиц, а кто чем занимается, какова история этих отношений. Это нужно смотреть конкретно, прямо вот с фактами. Потому что, чтобы доказать дробление, нужно доказать, что когда-то было по-другому, а потом взяли, раздробили, сделали так. Поэтому тут нужно индивидуально скорее подходить. У нас все. Спасибо большое, Константин. Прекрасная информация. Мы заканчиваем поток партнерский бизнес. В 2 часа начинается обед. Он был тот, который при предоплате, если вы оплачивали. Значит, та зона напротив Конгресс-холла. Скорее всего, там был утренний кокуф и брейк у вас. Я понимаю, что то же самое место. И здесь после обеда в 15 часов будет блок «Международный поток». Будет речь о том, как партнеры работают за рубежом с нашими продуктами. Приходите, я думаю, это будет очень интересно. Спасибо.